А чё ты мне вилку не принесла? Подожди, я сяду, нормально, удобно. Кто хвост? Хочешь, какая ты сегодня красивая? Напишите в комментариях, если вы тоже считаете, что сегодня Аскватима неподражаемая, неповторимая. Итак, начинаем? Да. Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмирей. Аскватима, очень голодная. Да, она сегодня пришла с работы и говорит, давай быстрее, давай быстрее. Да подожди, стоп. Успокойся, положи на место вилку. Положи. Ладно. Сегодня у нас челлендж. 100 пельменей за раз. То есть 50 у меня, 50 у Фати. И походу я проиграла. Хорошо, что ты это понимаешь. В общем, кто съест до конца, тот и выиграл. Начнём. Один. Считать не нужно. Я уже посчитала. В каждой тарелке по 50 штук. Доверьте этой обмачить. Доверьте. Скажите. Ты мне не веришь? Давай пересчитаем. Мы здесь приготовили сметанка, майонезик, хрен, соус тут сырный. Короче, всё, что хотите. Шелест, не убивайте меня. Знаете, что я вас... Кто тебя убьёт? Оттуда? У тебя есть я. Я тебя защищу. Вот так. Ложкой ты меня защитишь. Что же, мне защититься? Прямо сразу сюда. Сметанку положить тебе? Нет, спасибо. Самые вкусные пельмени со сметаной. Кстати, пельмени в собственном приготовлении. Приготовила я их вчера. Рецепт на канале iCook. И сегодня Асфатима вам скажет, действительно ли это вкусно или нет. Кстати, они вообще не развалились. Вот вы можете это наблюдать. Целые и невредимые. Очень вкусно. Сметана вообще огонь. Причём здесь сметана? Со сметаной сочетается хорошо. Попробую. Здесь не сметана огонь. Здесь кто лепил огонь просто. Я неправильно выразилась. Я имела... Ну ты само собой... Ой. Я имела в виду со сметаной огонь. Тесто вообще получилось нереально. Удобное, классное. Рецепт в инфобоксе обязательно подписывайся. Ты, кстати, подписалась на мой новый канал? Нет, я жду, пока оно наберут уже 100 тысяч. Потом я подпишусь. Конечно подписалась. Что за вопрос тоже мне. Ссылка на мой канал внизу. Если что... Я тоже блогер. Интересно, кто не знает. Она не просто так пришла тут посидеть. Да. Я давно уже подписана на канал Альгук. Как тебе мои рецепты? Пускаю слюнки. И наконец-таки она меня позвала. Поесть. Да. Дай хрен. Хрен тебе, а не хрен. Я думаю, что я захочу доказать. Этот хрен еще с тех пор, когда мы купили. Помнишь, я тебе сказала, что я приду у тебя поэм, а ты мне не верила. Я ей сказала, что у нас дома все равно хрен никто кушать не будет. Забери. А она сказала, что я буду приходить к тебе и кушать этот хрен. Как удобно. Видишь, у меня дома свой хрен, у тебя свой. Прости, господи. Вообще клево. Все-таки домашние пельмени намного вкуснее, чем магазин. Дальше сметана. Почему ты все поставила перед собой, все соусы? Давай гони мне соусы. Ты сама мне отдала сметану. Я ничего не знаю. Верни меня. Давай я с сырным соусом тоже попробую. С сырным соусом это вообще. Боги мои, кто придумал сырный соус? Это очень вкусно. Какая вкусная сметанка. Она опять пьет. У меня еще не тронут сок. Ой, я здесь заляпала твой стол. Простите. Я думаю, что мне нет смысла считать, сколько я съела. Так как я по-любому съем все. Мне кажется, мы маловато взяли. Мы же все-таки едим, как мужики и взрослые. Я и в прошлом видео говорила, сейчас тоже скажу. Одна девочка мне написала в комментариях. Очень часто мне пишут в комментариях, что ты ешь, как мой отец. Или мой муж ест меньше тебя. Он слабый у вас муж. В плане желудка. Салфей за плетом. Я могу принести. Хотите на окне есть? Просто нужно встать. Да, ладно. С грязного рта упаса этим ничего. Вообще кисломолочные продукты я люблю. Я вообще всю еду люблю во что-то макать. Какой-то соус. Я тоже. Но последний раз вот сегодня я снимала видео с крылышками. Их просто не надо было ни во что макать. Они были настолько божественно вкусные. Да. Ты пробовала готовить что-то по моему рецепту? Пока нет, но обязательно попробую. Как это пока нет. Я шесть видео выпустила. Нет времени готовить. Я деловая колбаса, как моя мама говорит. Деловая колбаса, как моя мама говорит. У нас даже васаби здесь осталось. А это все почему? Потому что мы очень любим суши горячие. Я люблю любые. Они чтобы были суши. У Фати есть коронная фраза. Я за любую движуху, кроме голодовки. У нас есть одна знакомая, она всегда так говорит. Но это особенно подходит тебе. Когда мы куда-то собираемся или погулять даже за границу, не обязательно в ресторан или что-то связанное с едой. Она просто говорит, я за любую движуху, кроме голодовки. Я один раз, кстати, была в компании. Семи девочек, которых я абсолютно не знаю. И одна из этих девочек, как увидела меня, они все были русскоязычные. И я знала, что кто-то из них, скорее всего, меня узнает. И одна из девочек такая говорит. Я тебя где-то видела. И я такая, где? Я даже не знаю. Без понятия я вообще. А все остальные... Ну, тебе, наверное, показалось, то есть все остальные девочки еще без понятия, что я блогер и так далее. И она такая так посмотрела на меня. Сделала вот так. Ты любишь поесть. Я такая... Да, это я. Такая, знаете, репутация не особо классная. Салфетка возьму. Почему не особо классная? Что ты стыдно любить поесть? Или не классного? Нормально. Какой сок ты все равно встал? Надо было все салфетки пинести. Очень люблю попушить. А еще больше я люблю попить. А, папа, где голова, Господи? А, папа, где голова, Господи? А, папа, где голова, Господи? Почему ты сядь? Придумала. Тоже мне. Америку открыла. Смотрите, я тоже так умею. Где голова Айки? Айки нет голов. Знаете, я тебя обожаю. Когда я ее долго не вижу, я так скучаю по ней. Я тоже. У нас, наверное, не бывает дня, когда мы не общаемся. Было такое? Нет. Иногда, папа, я долго отвечаю. Я вообще такой человек, я всегда долго отвечаю всем. Вот. Но не Фати, потому что это сделать невозможно. Потому что Фати пишет, куда ты пропала? Ты меня игноришь? Масик, мой, я тебя обожаю. Я пишу, что ты стала звездой, ты стала меня игнорить. Я вообще. И вот тогда я начинаю ржать. А еще мне очень-очень нравится, когда Фати злится на что-то. У нее такое классное выражение. Она редко на что-то вообще злится. Но когда злится, это нереальное зрелище. Мне сразу прям я начинаю ржать. Кто-то вырывается вперед. Между прочим, я до этого сняла мукбанг с крылышками. Ну, это был неравный бой. Давай, Фатима, давай, 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 красиво, давай, давай. Ну, еще не вечер, дорогая. Я не выпила сока. Да ладно, ты думаешь, что успеешь? Я не знаю. Давай я дам тебе фору. Фору как? Ну, я пока отдохну, попью сок. Это не называется фору, это называется дать возможность, дать шанс. Напишите, как вы думаете, это называется фору или нет? А она тут спорит со мной еще, тоже мне. Чок бельмиш. Все знают, как по-русски. Чок бельмиш. Вкусно. Я была так голодна. Я была не особо голодна, но это реально очень вкусно. Вкуснее всего с сырным соусом и со сметаной, но просто... С васаби ты попробовала? Нет, сейчас попробую. Просто хрен очень холодный, почему там, хотя они все из холодильника. Нет. Этот соус был рядом со мной, когда я снимала другое. Поэтому, а он охлаждает пельмени, это плохо. Я думаю, оригинально. Но я не понимаю, как можно кушать васаби. Он очень острый. Ну, я всегда так говорю. Я говорю, что я не знаю, как можно кушать суши, как кушать имбирь. Вау, как будто ешь мясные суши с тестом. Да? Да. Я в Ютубе нашла рецепт жареных пельменей. Никогда не пробовала. Надо попробовать приготовить, а потом снять мупанк. Это как жареные фингали. Фингали. Прикольно будет. Ты пробовала жареные фингали? Да. Это нет. У грузин так приятно. Они сначала едят, а потом, что на столе остается, недоеденное. Они по второму кругу идут, жарят. Пока все отдохнут, потом едят их с жареными. Да? Делаете вы так? Если среди вас есть грузины, напишите, пожалуйста, действительно ли это правда. Мне так рассказывали, что наши грузинские друзья так делали. Ну, вообще, грузинские фингали мне очень нравятся. Очень вкусные. Еще столько всего вкусного на земле. Такое хорошо, что мы живем. Да. Мы питаемся. Я не понимаю, зачем нужны запрещенные вещества или алкоголь, если можно есть. Это дает мне кайф. Я нырелась на самом деле. Это что такое? Чем пахнет эта пельмешка? Это пахнет твоей победой. В этот раз я в лохушках, но ничего. Короче, Айка, я тебе должна сказать, что ты готовишь очень вкусно. Но ты все равно лохушка. Кулинарный, обгонит. Почему ты не смеешься? Это была шутка, она не смеет. Да, а то Аня подумает, что я обижаю тебя. Давай, объясни. Она меня тоже лохушкой называет. Мы обожаем друг друга, поэтому вы просто обязаны подписаться на канал Аспа Тимы. Ссылка будет в инфобоксе, ссылка будет закреплена в комментариях. У нее очень часто выходят видео со мной. Да? Да. И сегодня вышло про кебаб. Шашлык. Извиняюсь. По азербайджанский кебаб. Да, мы вас всех очень любим. Спасибо, что были с нами. Спасибо за внимание. Не забывайте также подписаться на канал Айки Эмили и на ее канал Айкуку. Чтобы научиться готовить такие вкусные пельмешки. А вам в свою очередь желаем приятного аппетита, удачного дня. Всем пока.